и всем снова здравствуйте я приветствовался на канале миксдрин канала коктейлях напитка домашней баре сегодня снова поговорим о напитках у меня в руках оказалось кашаса за этот напиток я благодарю романа из города новоорсийска сейчас он находится в москве мы с ним обменивать о чем я уже говорил в ролике про аперитив персе мне досталось в подарок кашаса питу оригинал де бразил посмотрим что написано на этикетке страна происхождения бразилия состав 10 лет сахарного тростника вода исправленная особенности питу производится исключительно в бразилии из сока сахарного тростника собранную ручную проходит строгий контроль качества известно по всему миру как премиальный продукт имеет легкий фруктовый вкус что делает его идеальным ингредиентом для коктейли температура подачи от 16 до 18 градусов гастрологическое сочетание рекомендуется подавать чистом виде с кубиками льда идеален как основа для классических и авторских коктейлей прежде чем готовить из нее коктейль и и конечно надо попробовать несколько слов о самом напитке вообще что такое кашаса его ошибочно называют бразильским ром как таковым по сути он не является возможно эта ошибка была с того времени как он стал импортироваться в сша так как он делается из сока сахарного тростника то по всем стандартам того времени он принадлежит к семейству ромов но днем есть несколько допущений несколько изменений по дистилляции по вообще типу производства и он сильно отличается от тех ромов и вообще от ромов что я пробовал производится этот напиток только в бразилии и по официальной информации существует порядка трех тысяч легальных производств так называемая фабричная кашаса чему принадлежит и этот бренд и но не менее 3000 возможно даже более того существует так называемых фазендерос кашаса с фазетой они очень сильно отличаются от фабричных и как правило не выезжают за территорию бразилии разные марки кашасы могут очень значительно отличаться по вкусу на это естественно оказывает влияние как изначальное сырье то есть тот тростник который используется для приготовления продукта также способ приготовления и окончательно до выдержка в качестве тары для выдержки кашасы используют различные виды бочек от привозник тот же виски бурбон ром коньяк различные сорта вина то бочек из местных сортов деревьев к примеру из бразильского ореха и вот уже это влияние просто колоссально таким образом кашаса могут быть самые уникальные по вкусу самые разнообразные по вкусу что очень любят ценители и любители данного продукта давайте наконец попробуем ее на аромат на вкус нам очень вкусно пахнет и на самом деле я ее попробовал то есть эта бутылка она здесь имеет мерные такие насечки 750 миллилитров и была налито практически по горлышко я и открыл я ее попробовал и первое что у меня показалось по впечатлению что это фруктовый дистиллят ни в коем случае не ром не тростник не что-то подобное и самое ближайшее что я пробовал это графа графа джорола сорта просека вот она у меня кстати здесь стоит очень близко по аромату именно этому продукту и первое впечатление было что это на какой-то легкий фруктовый дистиллят достаточно редкий резкий на аромат но все-таки имеет больше фруктовый нот чем привычный хромовых вообще не угадывается какие-то сильно травянистые ноты то есть легкая травка есть и достаточно резкий аромат очень схож именно с граппой либо с каким-то виноградным самогоном также стоит еще добавить что вот именно это каша сапиту имеет крепость 38 объемных долей спито и для своей крепости она достаточно резкая достаточно сухая во вкусе также угадываются эти фруктовые ноты но здесь уже есть ощущение рома то если на аромат она прям практически на сто процентов фруктовой 98 там 90 процентов в аромате особенно на послевкусие уже угадываются ноты тростника и есть такой легкий характер рома вкус фруктовый после вкусе уже появляются какие-то ромовые ноты характер именно тростника легкая травянистость после вкусе непродолжительная но она достаточно сильно жжет и вот эти 38 градусов ощущается немножко выше чем есть на самом деле это кстати хорошо для коктейли то есть если смешивать с ней коктейли этот вкус не забивается это резкость остается получается очень вкусно конечно самый известный коктейль с кашаса это каперинги это вкусно здесь все просто лайм смешивается с сахаром со льдом и подается в посуде для подачи давайте приготовим этот коктейль для чего мне будет необходимо половинка лайма я разделю ее на три части и конечно добавлю в посуду для приготовления и одновременно для подачи этого коктейля после того как кашаса стала известным популярно в коктейльном мире стали появляться другие рецепты и кроме традиционного который делается в посуде для подачи появился современный рецепт которые делаются через шейкер я все-таки сегодня сделал именно традиционный тем более что он простой и готовится в посуде для подачи мой любимый способ если вы делаете какие-то коктейли которые можно сделать в стакане пробуйте это может быть гораздо вкуснее чем тот же шейкер смесительный стакан либо какая-то промежуточная посуда половинка лайма сахар причем чаще всего используется именно свежий сахар от одной до двух ложек я использую одну и примерно треть барной ложки сахара размешаем раздавим наши лаймы матлером пестиком либо какой-то толкушкой который может быть у вас быть на кухне здесь входит от 50 до предположим 70 миллилитров рома я использую 50 до никакого рома кашасы я использую 50 миллилитров кашасы никакого рома только кашаса если вы делаете этот коктейль с ромом это уже называется кайперисима с водкой это кайпероска я хочу как-нибудь сравнить эти три коктейля насколько они будут отличаться по вкусу и по аромам размешаем коктейль который стоит только охладить чтобы сделать вот идеально теперь сюда нужно добавить лед причем если вы готовите современную версию то чаще всего в состав входит уже лед краш очень мелко колотый лед по традиционному рецепту входит лед вот такие усредненные кусочки которые просто разбиты на то чтобы можно было смешать после того как вы добавили лед в бокал его нужно перемешать охладить чтобы лед подтаял освободиться аромат лайма растворится сахар и каша станет единым целым со всеми составляющим этого коктейля а самое главное будет достигнута необходимая температура ведь это по большому счету прохладительный коктейль который готовят в любое время года в бразилии тепло это не то что наши северные страны здесь можно пить любимый коктейль любое время у нас осталась половинка лайма и маленький кусочек я добавлю на краешек бокал попробуем вкусный кисло-сладкий приятный здесь чувствуется вот этот фруктовый характер который больше всего напоминает грабку либо чачу либо какой-то виноградный фруктовый бренд очень хорошо он получается действительно легким приятным пикки если вы оставить этот бокал на 5 на 10 минут он станет еще легче он станет нежным то же самое как рекомендуем делать с коктейлем типа мохито и олд-фэшн будет только лучше крепкая кайперини это так себе удовольствие потому что здесь много кислоты много сахара много алкоголя а разбавлено немножко отдохнувший коктейль гораздо вкуснее гораздо лучше кроме того что кайперини очень известный и наверно самый популярный коктейль с кашасой до 100 процентов популярный если зайдете на любой коктейльный ресурс вы найдете как классическую кайпериню как и различные твисты с ней от черничной до маракуйевой но сегодня я хочу сделать еще два коктейля с кашасой которые нашел на коктейльных ресурсах один из них называется жемчужина и пуговица он готовится в смесительном стакане куда я сразу же добавлю пару кубиков льда этот коктейль был придуман в 2013 году джоном дэрагоном в нью-йорк сам баре и детей please don't tell что означает пожалуйста говори тише он сделан по подобию классических традиционных американских баров с пикизи куда можно было попасть сделав определенную процедуру пройти через секретное место спуститься лестнице в этот бар можно попасть через телефонную будку которая находится в одном из художных ресторанов давайте приготовим его кроме кашасы в этот коктейль входит апельтик леве чудесный винный апельтик который мне очень нравится но вы в принципе можете использовать любое ароматизирование будто вермут возможно красный вермут если вам нравится либо может быть у вас есть какие-то другие приоритеты либо собственный рецепт ароматизированного вина также у нас идет свежевыжатый сок лайма а также 5 миллилитров сахарного сиропа смешаем наши ингредиенты посуде для приготовления сюда входит 50 миллилитров кашасы 20 миллилитров ароматизированного вина в моем случае тот рецепт который подразумевался лилия еще раз повторюсь вы можете использовать любое ароматизированное вино которое вам больше нравится 15 миллилитров свежевыжатого сока лайма 15 миллилитров 5 миллилитров простого сахарного сиропа буквально чуть-чуть для баланса кислого и сладкого теперь это надо перемешать сбалансировать сделать практически идеальным чуть не забыл сюда еще входит лимонад причем оригинальный рецепт автора подразумевал использование итальянского лимонада серии сан-пелегрина именно лимон я буду использовать хороший российский лимонад как раз с ароматом лайма в качестве посуды для подачи здесь используется высокий стакан куда мы процедим наш коктейль добавим пару кубиков льда в моем случае шариков и 50 миллилитров лимонада либо лимонный сан-пелегрина либо тот лимонад который у вас есть конечно добавим трубочку и попробуем наш коктейль также вкусно также сладко без изменений здесь очень хорошо чувствуется именно кашаса у меня все-таки есть ощущение что это такое вот именно виноградная фруктовая его сто процентов можно украсить чем-то виноградным вкусный приятный коктейль лайм чувствуется лимонад чувствуется каша сочувствовать отлично легкий вкусный коктейль который наравне с капеллини подойдет на лето и наш заключительный третий коктейль называется бразильский гвоздь не менее известный коктейль послужил основой этого напитка ржавый гвоздь состав которого входит ликер драмбуле хороший медовый пряный ликер один из моих любимых и пожалуй тот ликер за которым я действительно гонялся вкусный классный рекомендую попробовать ржавый гвоздь это твист я не пробовал что входит 40 миллилитров кашаса 20 миллилитров медового ликера драмбуле вот с одной стороны на этом этапе можно было остановиться но тот рецепт который я нашел на сайте дефутс гайд подумал что сюда еще входит 10 миллилитров шотландской виски скорее всего это сделано для того чтобы слегка сгладить именно фруктовые ноты кашасы но я думаю если у вас есть только драмбуй и только кашаса попробуйте сделать именно эту вариацию я же все-таки буду следовать рецепту перемешаем наш коктейль уже получается вкусно я хочу украсить цедрой апельсина что также входит в оригинальный рецепт бразильского гвоздя сбрызнем ароматизируем добавим эфирных масел апельсина и продегустируем все три наши коктейли представляю вашему вниманию три коктейля на бразильском алкоголе кашаса это каперрини это бразильский гвоздь и жемчужная пуговица с которой я хотел бы начать легкий сладкий без ровный коктейль в котором никуда не уходит вкус кашаса вот этот травянистый виноградный фруктовый какой-то ароматизированный очень приятный аромат лично мне он очень нравится возможно у вас другие вкусы и традиционный ромб вам нравится гораздо больше это хороший коктейль он собственно недалеко ушел от некое подобие мохито сюда все-таки просится либо мята либо чуть-чуть каких-то цитрусовых нот но это не входит в оригинальный рецепт поэтому сегодня добавлять я не буду возможно если я буду делать для себя чуть-чуть лимончика чуть-чуть лайма а возможные мятки я бы все-таки добавил кайперини как я говорил она подтаяла она стала приятнее она стала не такая спиртозная сахар лайма все сбалансировалось кашаса никуда не ушла отлично причем это действительно очень сильно очень ароматная хороший продукт рекомендую вот тестировать этот напиток лучше все-таки из традиционной кайперини возможно уже потом вы добавите маракуйя возможно вы добавите ананас клюкву чернику все что у вас есть и чуть-чуть сделать под свой вкус но традиционная очень хорошо кайперини это прям класс ржавый гвоздь слегка перемешаем утопим цедру апельсина и попробуем она значительно крепче значительно слаще чувствуется драмбу и чувствуется апельсин ну не знаю не самое хорошее сочетание потому что все-таки драмбу и вот эти медовые пряные ноты мне больше нравится именно шотландские виски возможно вы возьмете какой-то дымный виски именно в ржавый гвоздь я сейчас говорю об этом коктейле бразильский гвоздь достаточно своеобразен здесь кайперини чувствуется здесь кашаса чувствуется меньше всего и от этого наверное коктейль становится более безликим хотя он принципе вкусный единственно что вот эта резкость кашаса на здесь чувствуется но только резкость вкус пропадает больше забивает драм до третье место второе место кайперини а это просто класс отличный коктейль я уже делал классическую кайперини это действительно вкусно причем вы можете сделать ее с сахарным сиропом с лаймовым корделом который я тоже делал усиливается лаймовый вкус но даже с сахаром это классный напиток жемчужная пуговица тоже неплохо ну по мне это все-таки некое подобие уже ближе к мохито чем кайперини чем вот использование кашасы в качестве базового алкоголя и наконец заключение сегодня я представил вам три коктейля с бразильским напитком кашаса отличный продукт если у вас есть возможность попробовать и вы хотите несколько разнообразить свой бар ну может быть у вас есть конечно своя дистиллира и вы делаете свой виноградный дистиллят тогда кашаса вас наверное не удивит но если вы пробовали только ром если вы пробовали только виски водку либо какие-то другие продукты то это отличная вещь он хорошо сочетается в коктейлях и кайперини это просто потрясающий напиток самое главное чтобы вам нравились те коктейли которые готовите из этого напитка ну а с вами был дмитрий канал миксдрин ставьте лайк и подписывайтесь если вам было интересно указывайте в комментариях что хотели бы увидеть и услышать а самое главное будьте здоровы всем пока